Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, товарищи! Хотелось бы сегодняшнее видео начать с того, чтобы поздравить всех металлургов с Днём Металлурга. В их лице и горняков, и коксихимиков, потому что всё это единый комплекс. И без этого никак. Особые поздравления хочется передать коллективу Алчевского металлургического комбината, которые наиболее остро сейчас начали борьбу за свои интересы. К сожалению, ещё у нас не всё получается, потому что у нас ещё не было такого опыта с управлением такими объектами, как численностью трудового коллектива 11 тысяч и более. Пока у нас только есть успехи на шахтах с коллективами тысяча-полторы человек. Что хотелось бы отдельно отметить в ситуации с Алчевским металлургическим комбинатом. Многие озвучивают жуткие нарушения по охране труда и на шахтах, и на заводах. Без охраны труда рабочих не может быть речи о сохранении промышленности, тем более и улучшении. Рабочие – это главная движущая сила производства. Поэтому в лучших традициях профсоюзной борьбы есть такая норма, как общественные инспекторы по охране труда. И мы решили в своём профсоюзе сделать таких общественных инспекторов по охране труда. То есть у кого есть силы, у кого есть желание на своих предприятиях, заводах, шахтах заниматься такой деятельностью, сообщайте нам. Мы вам будем выдавать подобные удостоверения и будем вместе с вами работать в этом направлении. А удостоверение оно что даёт? Ну, во-первых, общественного инспектора по охране труда нельзя уволить без согласования с профсоюзом. Ну, это понятно сейчас, жизнь в республиках экономическая заполитизирована очень сильно, и наш профсоюз пытается там всячески очернить. Тут другой момент я хочу обратить внимание, что администрации заводов и шахт, экономия на всём и вся, и в том числе на охране труда, сокращая жизнь и уничтожая здоровье своих работников, противопоставляют себя не только рабочим, но и теперь уже и главам республик, которые взяли курс на улучшение промышленности, на всякие там повышения производительности, что невозможно без охраны труда. То есть, если нашему общественному инспектору по охране труда кто-то, какой-то злодей будет говорить, что ты там не тем занимаешься, вот ты там, наверное, на какие-то западные свежслужбы работаешь, он говорит, нет, я стремлюсь сохранить самый главный ресурс нашей республики, да, рабочих. И трудовой контакт этому способствует, да. А самое главное, что если вы мне препятствуете, то, получается, вы себя противопоставляете руководству республики. Вот, вы что, не видели их заявления? Всё, и вот так вот, я считаю, будет. Так что, не стесняйтесь, будем эту работу систематизировать, будем вскрывать такие именно нарушения на каждом вашем предприятии и будем это делать, эту информацию публичной и вместе таким образом не только улучшать этот момент охраны труда, но и сохранить ваше здоровье, продлевать вашу жизнь. Вот, а самое главное, улучшать, действительно, не на словах, а на деле промышленность Донбасса. И от металлургов, которые празднуют свой день профессиональный, переходим к шахтерам. В ситуации с шахтерами мы решили попробовать сделать приостановку уже не на одной отдельной взятой шахте, чтобы выбить за должность. Необходимо, наверное, это делать? Необходимо, да, но мы хотим больше выкрутить руки капиталистам, которые эксплуатируют шахтеров. Каким образом? Чтобы, если мы останавливаем только одну шахту, то у них ещё есть возможность для манёвра, чтобы уголь пустить на тепловитростанции, на коксохимзаводы с других шахт. Вот, если остановится несколько шахт, у них уже не будет никакого выхода, у них никакой другой возможности не будет, как вынуть эти деньги из карманов и погасить всю имеющуюся задолженность. Потому что пока мы не перейдём, не вылезем из этого шага, из этого этапа борьбы за погашение задолженности по зарплате, мы не можем перейти к этапу борьбы за лучшие условия труда, за повышение цены рабочей силы. Что сейчас рабочий или шахтёр Донбасса о чём мечтает? Что если бы сейчас была бы возможность выехать в Россию и условно устроиться на 30-40 тысяч рублей, а зачем сейчас ехать, искать, в Россию тоже поедет, найдет? Сейчас очень много наших товарищей не может... Чтобы достойную зарплату получать в Донецке, в Луганске, необходима всеобщая забастовка. Всеобщая, да. Ну, точнее, будет сказано, всеобщая приостановка работы. Потому что забастовка – это более сложное мероприятие, это мы ещё научим. А приостановка работы при невыплате зарплаты? Это полностью законное требование. Согласно кодексу законов о труде ничего здесь противозаконного нет. Более того, мы уже всем рабочим, всем шахтёрам показали, что все эти несчастные барьеры, которые выставляются в виде оскорблений нас в каких-то там работе на западной спецслужбе, всё это ломается, уже никакие репрессивные методики не проходят, потому что уже на борьбу рабочие за свои интересы смотрят уже все корреспонденты, всё журналистское сообщество, всякие там миссии ОБСЕ, представители ООН. То есть уже всё. В Донецке, в Луганске уже эти механизмы не работают. Дорога открыта. Шахтёры шахта Комсомольская поломали последний барьер. И очень-очень странно, что до сих пор ещё люди, но это, видимо, камень в наш огород, что мы ещё недостаточно можем убедительно сказать, организовать во всех остальных. Ну, может быть, мы сильно широко размахнулись, решив сделать эту всеобщую приостановку. Немного времени у нас ушло на работу с украинскими шахтёрами, то есть шахтёрами по ту линию, по ту черту от линии разраничения. То есть мы вот общались с профсоюзом, который тоже странно называется профсоюз «Захист працы Покровска». Ну, назовитесь вы «Захист працы», ну, охрана труда по-русски. Но зачем вы берёте название неестественное, неправильное, название города Красноармейск? Может, тут в руководстве, который… «Захист працы», нюансы есть? Вот этот нюанс сейчас я расскажу. Ну, взять, назвать этим фашистским названием, которое переименовали те, кто сейчас в Киеве находятся у власти, включить название уже тысячу раз надо подумать, а правильно ли этот профсоюз делает. Вот мы общались с руководителем этого профсоюза, с Костенниковым Евгением Ивановичем, и рассказывали, что у нас уже есть положительный опыт, у нас разработаны механизмы, как действительно эффективно добиться погашения долга по заработной плате. Давайте мы вам поможем, организуем. Общались с другими шахтёрами, входящими в этот профсоюз, с шахтой Красноариманская, с шахтой Южно-Донбасская. Ну, они всё это генорируют, едут в Киев стучать касками. Хороший пример, как делать не надо. Как не надо, да. То есть, вы подумайте, люди, кто вам оплачивает эту дорогу в Киев, дают мне небольшие суточные на пропитание, в чьих, разве это в ваших интересах, разве это в интересах шахтёров, в интересах ваших семей. Да плевать они хотели на ваши интересы. Вас просто сейчас используют как живую силу, да, в каких-то своих политических силах, в раскладах, в переделах. Ну, самое обидное, что вы сейчас такими методиками вы работаете как штрихбрехеры. То есть, если шахтёры Донбасса сейчас, Донецка, Луганска, той части, которая сейчас именуется республиками, остановят работу, а вы не остановите добычу угля, то есть на этих тепловихтостанциях и на коксихимзаводах уголь будет, то у капиталистов не будет другого выхода для манёвра, как начать активные боевые действия. И вы, товарищи украинские шахтёры, вам дадут в руки автоматы и отправят в окопы, или погибать, или убивать своих таких же товарищей только по ту сторону линии разграничения. Не будет Зеленский или Пушилин сидеть в окопах, и не будут дети Порошенко и Ахметова стрелять друг в друга. Всегда разменные монеты в таких ситуациях становятся рабочие. А как у Донецки рабочим можно улучшать свои условия труда? Ну, в Донецке нужно, в Донецке и в Луганске нужно активнее прислушиваться к тому, что предлагает наш профсоюз. перво-наперво уже побороться за погашение долга по заработной плате, потому что пока вы этот момент не пройдёте, вы, во-первых, не получите деньги, во-вторых, не приобретёте первой уверенности, что всё это работает, что вы сильнее, что десятки тысяч шахтёров это намного сильнее, чем администрация этих шахт, чем руководство заводов. Интересный момент. Мы сегодня поздравили металлургов на Алчевском металлургском комбинате. Там генеральный директор, который с 2014 по 2017 год был в Киеве, бывший работник Донецкой облах администрации. Охраной заведует командировочный из города Сочи. Вот работник. Ну как, они смотрят за безопасность на своём заводе? Что эти двое человек могут противопоставить 11 тысячам хорошо организованных рабочих? Ничего. Что может противопоставить директор шахты или министру угольной промышленности коллективу полторы или две тысячи шахтному? Ничего. Могут только накопанки, где работает несколько десятков шахтёров. Если они там что-то забастовали, забузили, все, пошли нафиг, сейчас будут другие работать. Да, я думаю, достаточно будет просто слово против руководства. Поэтому они и рушат крупную промышленность, где действительно трудовой коллектив начинается от цифры тысячи человек и более. потому что это очень страшно. Они не знают, что с этим делать. Лучше этот уголь будет добываться по копанкам. И эта копанка никогда не даст заказов для машиностроительного завода, чтобы купить комбайн, потому что комбайн в копанке не нужен. Машиностроители не продали комбайн, у них нет заказа для металлургов. Металлурги не смогли продать металлмашиностроителям, они не купят кокс у шахтеров, ну, у коксохимиков. Коксохимики не смогли продать кокс металлургам, они не смогут купить для кокса уголь у шахтеров. Вот этот порочный круг, чтобы его разорвать, надо уничтожить все это допотопные феодальные эти копанки. Вот, то есть это тоже один из важных аспектов, в руках рабочих. В руках рабочих, да. Борьба за погашение задолженности, борьба за улучшение условий труда, охрана труда, борьба с копанками, и все будет хорошо. И не надо никуда будет ехать, потому что у рабочего сейчас Донецка и Луганска голубая мечта это вот сейчас получить российский паспорт и быстренько поехать в Москву, Ленинград условно получать 40-50 тысяч рублей, платить там 15-20 тысяч за аренду жилья, но сейчас многие мои знакомые даже не могут и такую работу найти, на такие деньги. То есть зачем ехать и искать какого-то непонятного счастья, которое тут все бушует. узбекские уже строители в Ленинграде здесь устроили забастовку, таджикские людям так же не платят, как и в Донецке с весны. Все это можно сделать дома. Те же 50 тысяч можно получать на Донецкой шахте легко. И деньги на это есть, в наших расчетах все это есть. Только надо начать бороться, чтобы не стыдно было смотреть глаза в жене, глаза в детям, которым вы не можете купить необходимое, которых вы не можете отвезти летом на море, потому что у вас нет таких возможностей. Начинайте, обращайтесь к нам, расскажем, поможем, организуем. Законными способами. Законными способами, причем, да. Терпеть я не буду покорно проклятую эту судьбу Шахтером из темени черной пора выходить на борьбу.